Ваши впечатления были в матче? У нас был определенный план, мы его выполнили, то есть мы не дали сопернику давать нацеленные длинные передачи за спину наших защитников, оказывали высокий прессинг на футболистов Академии. Это сработало в конце концов. Что можно сказать? Где-то минут 15-20 ушло на ознакомление с полем, оно немного качковатое. Потом все осталось на свои места. Был хороший контроль мяча. И имели после второго забитого мяча, уже играли по счету и довели матч до победного конца. Результат матча между носами и шрифмом, почему у вас, учитывая то, что шриф забил, он не успел? Ну, я бы не сказал, что он наговорючил, но такие вещи. Хотелось бы, чтобы ничья была, но так получилось. Будем идти дальше. Потому что сейчас у него пошло. Но как сказать, что он уже нападающий, с которым у нас не будет проблем в атаке, мы не можем сказать пока. Да, сейчас он забивает, молодец. Желаем ему и дальнейшим. Какова ситуация с Левкой? Он сегодня даже в заявку не попал. С Левкой ситуация такова. Он пропустил много дней. У него там были проблемы семейного клана. Плюс, как вы знаете, у него свадьба была. И он сейчас восстанавливает свои кондиции физические. То, что произошло перед матчем, ну, там, с фанатами какими-то, с людьми, которые забежали, это оставило отпечаток, не знаю, в какой-то степени, на эмоциональном степени у вас соперника? Ну, это был, конечно, неприятный момент, но мы сами этого не ожидали. И мы так до конца и не поняли, откуда они появились и зачем они там все это делали. Непонятно мне. Ни полиции, ни было никого. Ну, ребята немножко были шокированы, но выйдя на поле, все это забылось и сделали свое дело себе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok